И вот вспоминается фраза того же Бродского, Иосифа Александровича Бродского, он жил здесь неподалеку, ну как неподалеку, мы сейчас на Московском проспекте, а здесь был Литейный проспект, собственно, все пересекает, одно в другое перетекает. Жил Иосиф Александрович Бродский, был он молодой, дерзкий, очень независимый, очень независимый от всех, от мнений, товарищей, друзей. Короче, он был от всех независимый. Он жил такой отдельной планетой на улице Пестеля тогдашней и уехал в 72-м году отсюда. В 72-м году он уехал из Ленинграда. Ну как уехал? Ему сказали, либо ты уезжаешь, либо ты человек без паспорта, и мы тебя, как бы сказать, сажаем в некие там. Он был до этого уже в ссылке, в Норинской. Я снял пять фильмов о Бродском. В общем, бывал в этих местах, места не столь благоприятные. Хотя Бродский говорил, может быть, это было самое лучшее время его жизни. Когда он встал в 6 утра и над полями вот этими такой северной русской земли поднимался такой пар, он шел, и весь народ в 6 утра шел. Он чувствует соединение с народом, он чувствовал в тот момент. А с товарищами, с друзьями было по-другому. И было, может быть, ему не столь комфортно. В том смысле, что они его понимали. Но вот этого единения, этого чувства общенности с народом, с Россией, было только там. И он говорил, что это, может быть, были лучшие его дни жизни именно в Норинской, в ссылке, в 64-м году. Но прошло время, и он стал печататься иногда. Вот я вспомнил такую историю, ну как апокриф. Это апокриф, это не значит, что это было так на самом деле. Журнал «Юность», тираж, несколько миллионов экземпляров. Несколько миллионов. И главный журнал России, скажем так. Сейчас это представить очень сложно. Ну как сейчас Иван Ургант. Для вас это Иван Ургант, который вещает каждый вечер. А тогда была журнала «Юность». И вот его, Евтушенко, который ценил его талант, пробил публикацию в журнале «Юность». И в этот момент, в этот момент, ему уже звонят из журнала, такой Натан Злотников. Ну он так немножко шепелярил. Был такой, я знал этого человека, даже как ни странно, Натана Злотникова из «Юность». Он говорит, «Юсечка, Ёсечка, все очень хорошо, мы вам публикацию готовили, мы же гонорарчик заготовили, все замечательно, гонорарчик, все идет, идет, идет». Только, знаете, мы там четыре строчки изменили, там в конце, для вашего блага. А гонорарчик уже идет, гонорарчик идет, «Юность» идет, большая подборочка, все. Он говорит, какие четыре строчки? «Ну вот, Ёсечка, все, вы здесь не подумайте, что-то плохого». Гонорарчик идет уже, вот сейчас четыре строчки, мы тут вам это, значит, сейчас прочитаем. И он читает какую-то, значит, «Идите вы, на». И в этот момент закрывается, значит, занавес, и Бродского не печатает журнал «Юность». А если бы он напечатался в том году в журнале «Юность», там, скажем, 69-й или 70-й, может быть, он бы и не уехал, потому что он стал бы таким, ну, достаточно официальным писарем, сказали, вот, Протский напечатается в журнале «Юность». Какая же ссылка может быть, какая высылка может быть? Вот, поэтому это вот вариант судьбы, понимаете? Вот был бы он чуть сговорчивее, вот как, я человек сговорчивый, Костя менее сговорчивый, но все мы люди, так сказать, компромиссы. У Довлатова есть книжка «Компромисс». Он впоследствии не жалел о том, что он не разрешил поменять эти четыре строчки? Это сложно сказать. Сейчас мы, Гаврис Александрович, не достанем, «Царство небесное». Интересный вопрос, я бы сказал, даже такой коренной. Может быть, и жалел, а может быть, не жалел. Он был человек очень противоречивый. Как всякий гений, замечу я, человек противоречивый фантастически. Вот я сейчас тут Пушкина, как-то стал, был тут так в уединении, стал читать Пушкина и комментарии к его там жизни, и понял, что человек был фантастически противоречивый. И Иосиф Александрович Бродский, конечно, уехал и не по своей воле. Это было так. Может быть, когда вот пораскали, что, может быть, он и жалел о том, что он не стал автором журнала «Юность». А это уже было как паспорт, даже не паспорт, как QR-код. У кого нет QR-кода, тот человек второго сорта, а у кого есть, тот первого. То есть полжизни, 32 года он прожил здесь, в Ленинграде, и вторую часть жизни он прожил в Соединенных Штатах Америки, с выездами в Венецию, естественно, и так далее, и так далее. Позволю здесь маленький апокриф, то есть рассказ достоверный и одновременно достоверный. Когда Бродскому присуждали Нобелевскую премию Академики. Это со слов моего очень любимого мной поэта Евгения Рейна, друга Бродского. И когда-то были годы, когда лет пять я дружил с Евгением Рейном, и мы с ним ходили везде здесь, в Питере. Это целое-целое, вот можно целую книгу написать. И вот со слов Евгения Рейна, Нобелевские академики присуждают Бродскому Нобелевскую премию. Представляете? А он в это время сидит в ресторане Соха с какими-то своими товарищами, друзьями, девушками, не знаю. Во всяком случае он так догадывается, но не знает ничего. И вот в момент шведские академики присудили Нобелевскую премию Иосифу Бродскому. Это 1987 год. Он сидит в ресторане Соха, в квартале Соха. И в этот момент въезжает в эту пиршественную залу компания BBC или NBC. В общем, когда первая из них компания въезжает, и говорит, Иосиф, только что пришло сообщение шведской академике, вам присудили Нобелевскую премию. Иосиф смущен, он так смутился. Слышу, что, да, как, спасибо, поздравляем. И говорит, мы готовы исполнить любое ваше желание. Компания могущественная. А что Бродский ответил? Бродский сказал, двойной виски и марш прощения славянки. Представляете, Соха. Виски-то подали, тут рядом, кухня. А как подать марш прощения славянки вообще? Что это за марш какой-то? Прощение славянки какая-то. Вот это. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. С которой уходили, кстати, русские войска в 1914 году на войну. Вот, под этот марш. И, в общем, ну, а компании же надо, так сказать, в листе лицо, они связались со своим каким-то там, значит, музыкальным этим центром. И через 15 минут вот на весь этот зал грянул марш прощения славянки. Знаете, все там, японцы какие-то под стол упали. Что это за такая непонятная музыка? Вот такая история. И я когда-то занимался делом Бродского, как его судили. Я работал в газете «Коммунист». И не скрываю это, и даже, можно сказать, горжусь. Газета «Коммунист». И вот я работал в газете «Коммунист». И вдруг мне звонит, значит, там такой был старый-старый, такой еще сталинский телефон. Такий, знаете, такой черный-черный телефон. Черный, черный такие, ну, красивый такой, очень красивый дизайн. Сейчас таких дизайнов нет. Такой большой сталинский телефон. И однажды по этому сталинскому телефону мне звонят. И говорят, вас беспокоят журналы «Юность». Ничего себе. То есть, ну, как бы опять же объяснить. Вот я сижу, например, в цеху менеджером, не знаю, на заводе колбасы какой-нибудь. Где-нибудь в Череповце, условно. Я не хочу сказать, проходит город, хороший город Череповец, но где-нибудь сижу. И вдруг мне звонят, опять же, я аналоги с вами напражу. От Ивана Урганта, вечерний Ургант. Да, здрасте, вас беспокоят Иван Ургант, вечерний Ургант. А если же менеджером в городе Мышкине? Они говорят, что я? Вот понимаете, да? Вот журнал «Юность» звонит мне, значит, в эту газету «Коммунист». И говорит, слушайте, там такой Юра Зерчанинов, тоже человек исторический, замечательный. Он говорит, слушайте, вот Евгений Рейн, друг Бродского, вот вас порекомендовал заняться делом Бродского. Вот как вы судили, кто судил, что, как, чего? Я говорю, ну, не знаю это. Вот он мне там перечислил какие-то фамилии, с кем у нас встретится. Секретарь обкома города Петербурга. Ну, это нынешний Беглов. Сейчас Беглов у нас, а раньше был секретарь обкома Толстиков. Или там, в своем веке был Толстиков, Прибродский. Во всяком случае, вот эти люди, мне какой-то список был дан, и я думаю, а что дальше делать? А мне там многие говорят, ну, ты чего, сейчас это, надо еще работать здесь в газете. У тебя верная зарплата, там, правком есть, тут профсоюз, тут это все, парткомиссия. Все тебя, все, а как ты уйдешь, когда отщепенец станешь? Вот, а я решил все-таки уйти, это был 88-й год, я ушел из газеты. Это было последнее мое такое, ну, фундаментальное место работы, где у меня было начальство. Вот, с 88-го года, вот уже начальства я не имею вообще. Я пошел заниматься делом Иосифа Бродского. В 80-й год, ну, еще, все там были власти, структуры, там, силовые, такие, КГБ, все. Я помню, я ходил по Петербургу, я, во-первых, открыл Петербург, я ходил, помню, иду по набережной, вот, мимо Эрмитажа, и думаю, какой красивый город. Я жил в Купчино, там, в Пушкине, где-то еще, а города я не видел. А я днем ходил, вот, днем иду, помню, декабрь какой-то, все заснежено, все такое потрясающее. Я думаю, какой прекрасный у нас город. Я и перехожу по Троицкому мосту бывшему, перехожу на Петроградскую сторону, а там жил бывший секретарь обкома Толстякова. Нынешний, на аналогии провожу, Беглов, условно, условно Беглов. Вот, и я понимал, что если я просто к нему приду и спрашиваю про это дело, значит, звонок, он может быть и там, в общем, по телефону он мог мне ответить. Я во дворе адрес, я как-то узнал, не помню сейчас как, и я во дворе спрашиваю, слушайте, а здесь вот живет секретарь обкома Толстякова, бывший, да, 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 здесь. Я к нему поднимаюсь наверх, и звонок в дверь, он открывает, был дома, Василия Сергеевич, помню его звали, и он говорит, ну что, говорит, этот, а, и цепочка, мы разговаривали через цепочку, он же не мог меня допустить, уже мало ли, пришел человек, хотя это были годы такие, когда никого не боялись, в 88-м году еще дети гуляли, четырех-пяти лет по площадкам, где угодно, ничего не боясь, так сказать, не, все было тихо. И вот Толстяков открывает мне, значит, не открывает дверь, через цепочку мы разговариваем, вот такая цепочка, я помню, крупная, звенья, все, сейчас как перед глазами, как вас вижу, вот цепочка, прям через цепочку. И он мне говорит, ну что, говорит, ваш Бродский, ну предатель Родин, там, отщепенец, там, что-то, и этот, и Солженицын туда же, он так, в общем, был настроен тогда решительно. Я говорю, ну а как же, и вот мы с ним стали разговаривать, минут через пять он почувствовал ко мне легкое доверие. Понимаете, это очень важно, когда человек чувствует доверие. А может, это, что вы говорили, ну как вы диалог вели? Я не помню сейчас, ну как, это 88-й год, что, как я вижу. С чего начали, вот человек так, вам же... Ну как ты начал, я так, нет, я так ко всем расположен, ну как, Василий Сергеевич, как, Бродский, как, Бродский это все. Но через пять минут он снял цепочку, понимаете, это же был уже поступок, поступок Толстикова, всегда от кома, и вышел, я смотрю там, я так заглянул чуть вправе, какая-то стояла у него, ну такая, знаете, какая-то мебель такая, ну того времени, такая, как бы историческая, там, хрусталь какой-то, может, чешский, но тогда было, в общем, это все было очень, да. Высшее достижение тех времен, бонус, это был чешский хрусталь, он стоял, но он почувствовал ко мне доверие и вышел на лестничную площадку, представляете? Доверие к человеку, это же дорого стоит, я завоевал доверие Толстикова. Он вышел на лестничную площадку, мы начали беседовать, я говорю, вот Бродский там все, Бродский, все, антисоветчики, с флаженицем тоже. И тут я понял, что ни один человек не хочет в истории остаться черным человеком, черным человеком, да, из белой части, он хочет остаться человеком, который кому-то что-то сделал хорошее. И он мне говорит, а был такой поэт Горбовский, вот, вы там не слышали, ну такие были песни, там, когда качаются фонарики ночные, и черный кот что-то там выходит из ворот, та-та-та-та-та-та-та-та, я из пивной иду, я никого уже не в силах полюбить. Мне девки ноги целовали, как шальные, та-та-та-та-та, ну и так далее. Такие песни были очень популярны, их все знали, и вот это Горбовский, такой был очень тоже талантливый человек, независимый, и некоторые говорят, что кому-то Горбовский был ближе, чем Бродский. Вот была та эпоха. И он говорит, а Горбовскому-то мы помогли, говорит, Толстяков. И все, предатели, все не то, это не те люди, солженицем там изменят. А Горбовскому-то мы помогли. Момент истины. То есть он тоже хотел сказать, что я, ну не такой уж негодяй, да меня что-то заставляли, а может я во что-то верил. Но Горбовскому Костя-то мы помогли, говорил он. Который тоже был такой, в общем, человечек-то очень независимый. И вот я понял, что ни один, как говорится, человек, тот властный того времени, проходит время, и он хочет остаться благородным человеком во времени. Вот это я увидел первый раз. То же самое было с прокурором города Ленинграда. Мы даже сейчас не знаем, кто у нас прокурор здесь. Ну, есть какой-то человек. И лучше, как говорится, нам и не встречаться, не сталкиваться, да, дай бог. А тогда был прокурор города Ленинград Соловьев во время дела Бродского. Он его там одобрял, это все процесс, когда его судили, и потом выслали. И я пришел, и он был, по-моему, каким-то консультантом юридическим тогда. Я говорю, слушайте, вот был такой процесс Бродского, все это, весь мир там, Жан-Поль Сарт, лауреат Нобелевской премии посылал телеграммы, Чуковский, Маршак, все, значит, это... Он говорит, вы знаете, я, говорит, такого дела чего-то не помню. Я говорю, ну как, вы же были прокурор города, и тут как бы это все были протесты, там кто-то... Нет, вы знаете, я, говорит, ничего не помнил, но вы не отчаиваетесь, говорит он мне. Вы, говорит, не отчаиваетесь, вы не думаете, что я вот так вот... Ну, вот не помню и все. А потом мне позвоните, там, через несколько дней. Вот, и я ему звонил через несколько дней. И вы знаете, говорит, я тут кое-чего написал, что-то придумал. Вы, говорит, приходите ко мне. Бывший друг другу Ленинграда Соловьев. Такой интеллигентный он такой очень был. Тогда все были интеллигентны, сейчас уже другие люди. А тогда были еще образы такие. Вот, он пришел, я смотрю, у него так коньячок здесь стоял, по-моему, он так у меня поставил коньяк здесь, бутербродики там с икрой какой-то. Тогда дефицит был. Вы знаете, говорит, я дело, говорит, не вспомню этого, потому что дело было такое, наверное, какое-то было, но я много дел был. Прокурор Горда говорит. Но вот судили, говорит, вот, видимо, Бродскую. Какая там, говорит, статья, зато не ясно. Вот это, говорит, статья отвратительная была. Я вот сейчас, как юрист, вам это докажу. И он мне подал вот такой листик бумаги, там 7 или 8 страниц, где-то у меня лежало, я потом уже даже не помню. И там было написано, что статья отвратительная, противоречащая нормам гуманизма, законам, конституции, 5-е, 10-е. И тут я понял опять, что никто не хочет остаться черным человеком в этой жизни. Как бы человек ни поступал до этого, впоследствии он думает, нет, я не буду остаться черным человеком, я хочу быть благородным человеком. Вот, видите, осудил эту статью, по которой судили Бродского, осудили за тунеядство. Статья отвратительная. И он ее осудил. Но дело не помнит. Тогда был, тогда я молчал, был против, а сейчас я открыто говорю, что я против. Вот такие люди. Потом прошло время, и каким-то образом я оказался в Нью-Йорке. Это был, наверное, год 93-й, наверное, или 4-й. Я приехал в Нью-Йорку, уже встречался с самим Бродским в Нью-Йорке. И об этом тоже такой есть небольшой рассказик. Сложный человек. Я ему привез книжку, которую я издал. Называлась она, ну, неважно, когда она называлась. В общем, книга стихов Бродского. Маленькая книжечка. Еще что-то от друзей. Привет, там, от Якова Гордина, еще от Володи Уфлинда. Вообще, так получилось, это тоже вот штука, вариант судьбы. Ты живешь, и вдруг у тебя весь круг Бродского здесь, в Питерске. Я со всеми как-то познакомился. Александр Кушнер, прекрасный поэт. Володя Уфлинд, его любимый друг, про которого он написал эссе под названием «Уфляндия». И там был, например, национальный гимн брызги шампанского. А денежные единицы – одна убыль. Не один рубль, а одна убыль. Смешно ведь? Вот, и с Володей Уфлиным я издал его книжку потом, впоследствии. И с Евгением Рейном мы ходили много лет. Как кто-то сказал, что Рейн научил Бродского литературе и пить портвей. Но не знаю, насколько, опять же, это правда. Может, так и было. Во всяком случае, вот этот круг Бродского как-то люди... А, Анатолий Найман, вот я тоже с ним знаком, замечательный и поэт, и прозаик, и эссеист. И даже с Бобышевым, кстати говоря, который потом как-то отошел от круга Бродского. И даже с Бродским у него были там противоречия, потому что там была женщина. Между ними встала женщина. А это очень опасно. Марина Басманова ее звали. Такая загадочная. Она молчала в основном. И если поджигала занавески, то говорили, что она вот так выражает себя, значит, своим... Ну, свой темперамент. Вот поджигала занавески там под Новый год. Вот была такая история. Но, опять же, это даже подлинная, по-моему, такая вот. Много из разных свидетельств. Я в это не буду углубляться. Во всяком случае, была такая экстравагантная женщина. Она, кстати, слава богу, жива до сих пор здесь, живет в Петербурге. Уже Марина Басманова. И Бобышев, соперник Бродского. Да, ну вот, когда мы встретились с Бродским, естественно, я про это ничего не говорил. Я ему вот привез книжку какую-то. И он все время... Меня поразило то, что... Ну, вот в жизни мы люди такие довольно, я бы сказал, обыденные, правда? Ну, так, чего-то. Даже если поэт или писатель, или режиссер. А Бродский был похож именно на поэта. Он все время взрывался, что-то его там негодовал. Вот он был человек без кожи. А как он понимал вот это вот, если вернуться к судебным делам, вот этот сам процесс? Отрицал. Он вообще говорил, что это его не интересует. Ну, вот, если он был эмоциональным человеком, что он вообще чувствовал себя? Он говорил, что это отрицает, что это ему не интересно. Но! Это он говорил внешне, на, так сказать, публику. А на самом деле, вот вы хорошо задали вопрос, вот, потому что я ему специально для Бродского написал. У него был черный... Мы когда-то сделали фильм, который Нико получил. Это был еще 93-й год, Сережа Балакир, режиссер был. Назывался «Черный крестный», делаясь по Бродскому. И там главный герой, ну, как некий гонитель Бродского тогда, был некий Лернер. И вот спрашивал, спрашивал Бродский, когда к нему приехал Уфлин, он говорит, а что про этого Лернера, дальше судьба? Но внешне он говорил, мне это ничего не интересно. А на самом деле ему было интересно. И я 7 страниц, помню, или 8, или 9, написал от руки и передал Бродскому, может, где-то в архиве лежит, вот судьба этого Лерна. «Черный человек» он его называл, «Черный крестный» даже он его называл. Вот так, «Черный человек» — это у Есенина. Там, помните, если «Друг мы, друг мы», мне очень-очень больно, я не знаю, откуда взялась эта боль, то ли ветер шумит над пустым и безлюдным полем, то ли как в рощу сентябрь осыпает мозги алкоголь, голова моя машет ушами, как крыльями птицы, ну и так далее. Вот, это был, ну, тоже близко, «Черный человек» — «Черный крестный». И Бродский сам его называл, «Черный крестный». Вот, и, соответственно, когда я у него спрашивал, ну, я ему привез, это там, фильм же был уже, и книжка «Дело Бродского», которую я написал, она была напечатана вот в журнале «Юность» тогда, когда мне позвонили по этому телефону, помните, сталинский телефон, я написал в этом журнале «Юность», это был 89-й год, тираж 3 миллиона, по-моему, 100 тысяч, ну, в общем, гигантский. Сейчас даже не поверишь, что это 3 миллиона 100 тысяч, даже эти глянцевые журналы уже больше 50 тысяч никто ведь не прочтет, их много, а это читали люди. И вот это было дело Бродского. Но он мне говорил, мне это неинтересно. Хотя тайно, ему было это интересно, и судьба этого человека, я думаю, его волновала, и достаточно, ну, и, в общем, до конца своих дней, я думаю, он был внутри этой истории. Как закончил этот человек? Человек закончил очень просто, он умер почти одновременно с Бродским. Вот, понимаете, белый человек и черный человек. Видимо, вот какая-то есть связь мистическая, вот такая вот их орбита, их какие-то, я не знаю, пересечения, да, в этой жизни здесь мы не знаем, что там за гранью, а здесь вот это все было очень близко. И, как ни странно, Лернер, я даже видел его могилу, он похоронен в Пушкине на Казанском кладбище, где, может быть, мог быть и Бродский похоронен, если бы он остался здесь, годы жизни почти совпадают, у них разница несколько там, месяцев смерти. Вот, там рядом могила Иннокентий Анинского поэта, которого высоко Бродский ценил, и так далее, и так далее. Вот вариант судьбы, между прочим. Вариант судьбы. И, да, и вот, возвращаясь к этой встрече с Бродским, хочу сказать, что он такой был, да, очень взрывной, человек без кожи. А я помню, в Нью-Йорке мне как-то, у меня было надо дальше там ехать, я с какими-то там лекциями приезжал, с какими-то книжками, надо было дальше жить. А где жить в Нью-Йорке? Там люди такие, тебя обнимут, поцелуют, нальют текилы, покажут небоскребы и скажут, классно, смотри, какие небоскребы. Они ходили, чтобы я восхищался. Ну и важно, а потом на третий день из холодильника уже еда убирается, практически ничего нет, как бы знак, что тебе надо куда-то отваливать, в другое место. Жить было особо негде, а там, куда я дальше ехал, в Чикаго, там, значит, меня еще не ждали. Меня еще не ждали. И вот с Бродским сидим, и вдруг заходит некий человек, Дима Стрижов, художник, поэт. А кафе такое было где-то на Манхэттене, это Мортенс 344 он жил. Это такой район Гринч Вилледж, он называется, где мы преподаватели, там студенты живут, ну такой богема. И вот мы зашли в какое-то кафе рядом, и заходит, пустой абсолютно, мы вдвоем сидим с Бродским, пьем кофе. Он то возмущается чем-то, то обожает тебя, ну в общем, каждую секунду меняется настроение. Заходит какой-то человек, пустой это кафе, он говорит, о, Дима Стрижов, поэт. Дима, о, Ясф Александрович, здрасте, так это с таким. Тоже, кстати, из Ленинграда человек. И он говорит, о, Дима, вот у вас, говорит, Коля поживет. Он так, прямо назначил, меня жить к нему. Все. И мне удалось там пожить. Мы жили в замечательном районе, рядом Централ Парк, знаменитый. Рядом дом, где жил Джон Леннон, где его, как говорится, закончил он в свои дни. Вот этот Дакота, знаменитый дом. И мы там бегали, делали пробежки, вот мимо Джона Леннона, в Централ Парке. И, кстати, интересно, что потом, когда-то я снял фильм «Джон Ленн. Россия Ангела». Сережа Курехин для меня очень дорогой человек и личностно дорогой. Не то, что вот там я ценил его и ценю как композитора, как деятеля культуры, как человека, делающего такие перформансы под названием «Поп-механика». У меня с ним такие личные, очень душевные и теплые отношения. Как мне говорили разные люди, Сережа Курехин очень резко рвал с людьми, очень резко ссорился с разными людьми. Вот я вспоминаю нашу жизнь с ним, творческую, душевную, дружескую какие-то деяния. Мы ни разу с ним не поссорились. Это так бывает. Вот ты живешь в этой жизни, и с этим человеком почему-то тебя нераздание, судьба соединяет, и ты с ним никогда не ссоришься. Хотя он был человек яркий, непохожий, и, соответственно, он мягкий был человек, а, соответственно, он был человек, видимо, достаточно твердых правил и достаточно резких убеждений. Он делал так называемые поп-механики в разных крупнейших залах Ленинграда тогдашнего еще, потом еще Петербурга еще не было. Он собирал разных людей. Например, я помню, Октябрьский зал. Октябрьский зал, гигантский, где сейчас только, не знаю, кто там продержится, Галкин какой-нибудь, Киркоров, вдруг Курехин, Сережа. И я помню, там был, скажем, Хиль, которого оборачивали в какую-то такую золотистую бумагу. Хиль, любимец советских всех наших партийных деятелей, его оборачивали в какое-то такое, не знаю, серебристое, золотистое нечто. Он выходил. Там Цой у него играл на подпевках, играл на гитаре. Кстати, Цой просто в те же годы это все было, там как-то приходил ко мне, я помню, говорит, вот чьи-то стихи у меня не получаются, а я тогда делал, уже много, значит, Петровополь уже начинал там, как вот научиться писать стихи. Мне, кстати, сейчас многие говорят, ну не мог тебе Цой приходить учиться писать стихи. Я говорю, ну было это? Почему? Ну что? Ну вот было, вот приходил, там это все было на Пушкинской 10 и так далее. И вот Сережа собирал Цоя, там у него Гременщиков играл у него, там играл на подпевках тоже. Ну как, в оркестре, в оркестре, он собирал оркестр некий. Там была знаменитая английская актриса, Костя, как ее звали? Несса Редли. Редли, да, которая к нему приезжала специально, ее привозили на специальном, видимо, самолете, на золотом каком-нибудь, и она у него участвовала в этом же перформансе, здесь же был вот Хиль, здесь же были Цоя, здесь же был Гременщиков, и как-то все это было очень неожиданно и органично. И я помню, я захожу на сцену, идет репетиция, и Сережа, вот для меня это просто верх был, ну какого-то даже такого, он вдруг прерывает репетицию, чтобы подойти ко мне и поздороваться со мной. И никогда такого больше не было. Там, не предложил, ни Виктюк, никто, я там с какими-то режиссерами общался, никогда никто не прерывал репетицию, чтобы подойти вот так лично поздороваться. Вот это было удивительно, конечно. Я помню, на этой же, на этом же вактемском действии, такой Юра Белешкин, концертный директор ЦОЯ группы кино, там поднимается по ресницам, он говорит, смотри, весь город здесь, весь город здесь. И так и было. Вот здесь был момент, когда был весь город. Ну город имеется в виду какой? Вот интеллектуальный, и все музыканты, и писатели, и кто-то, он говорит, весь город здесь, смотри, и Хиль здесь, и Дольский, все. Вот. Вот такой момент истины. Сережа собирал очень разных людей под свое крыло. Он с ними, как бы, с одной стороны сотрудничал, с другой стороны был диктатором, потому что он все это придумал, и, например, я помню, там за кулисами того же Октябрьского я иду, и кто-то кричит, а гусей уже привезли, гусей привезли, вот, потому что в одном времен на сцену выходили там 200 гусей, например. И здесь Хиль, там под ногами у Ванессы Редгрей входили гуси. Вот сейчас это представить вообще невозможно, потому что все очень регламентировано, все очень правильно, все очень, так сказать, определенно. Вот он был такой человек экзотический, он был человек космический, он был человек откуда-то, не знаю, созвездия Альдебаран, он не отсюда был, не из здешней жизни. И он умел уговаривать всех, такой был еще один композитор, ну, может, вы даже не знаете, Кровайчук, не слышали, гениальный был композитор, Куретин считал его, как бы, ну, не то что своим учителем, но человеком, который даже больше, значит, в музыке, он писал там гениальную музыку к фильму, не знаю, монолог, там, ну, много-много-много, это можно посмотреть, вот, играл, обычно Кровайчук, одевал наволочку и играл на пианино, значит, как бы, в наволочке. Ну, и при Сталине, он был любимец Сталина, когда-то маленький, там, по легенде, он был маленький, играл еще при Сталине, ему давали какие-то премии, в общем, вундеркид был. И вот Кровайчука он этого пытался к этим поп-механикам позвать, а Кровайчук другой фрик такой тоже, он соглашается, что будет участвовать, но за два часа он исчезает, все, его нету, а он должен быть там во главе этой поп-механики, и тогда Курехин едет к нему на квартиру, ему звонит в дверь, выходи, Олег, Олег не выходит, он начинает его уговаривать, уже время подходит этих поп-механик, это начало. Ну, в общем, Сережа был такой фантастический энерджайзер, человек оркестра, человек, придумывавший очень многое. Можно сказать, ну, это, ну, придумывал ерунду какой-то гусей, нет, в этом был очень большой смысл, если понять вот всю его деятельность, но при этом он был еще и замечательный композитор. Вот, и я помню на похоронах, вот, когда были похороны Курехина, вдруг выяснилось, что те люди, которые пришли на похороны, они не знают друг друга. Почему? Потому что это были художники, музыканты, писатели, и не пересекались эти структуры, понимаете? Художники жили одной жизнью, писатели другой, композиторы другой, там, артисты третий, а он соединял всех. Вот это кто-то очень хорошо сказал, не помню кто, вот, что он действительно всех соединял в этом городе. Может быть, это был последний человек, который соединял в этом городе очень-очень разных людей, разных жанров, разных видов искусства. Вот после Курехина никого такого, этого человека не было уже. И как у него хватало энергии, сил на это. Вот он был очень редкий человек по своим духовным качествам, душевным. И ведь он умер от редчайшей болезни, такой болезни просто, ее там один на миллионы. Называется ангиосаркома сердца. Это редчайшее заболевание. Болел такой футболист, баскетболист Александр Белов, такой был знаменитый, в общем, считанные люди. И должна была быть какая-то, может быть, пересадка сердца легких, это там стоило тогда, я не помню, 300 тысяч, там, чего-то, долларов, чего-то, в общем, собирали деньги, думали, что дальше делать. Ему не сообщили диагноз, кстати. Я помню, я пришел к нему в больницу, и у него такой вот здесь вот на, как говорится, теле был такой крест-разрез, понимаете, на теле вот прямо. Это ему сделали одну операцию, ему не говорили, чем он болен. Почему? Ну, не хотели его, не знаю, расстраиваться, так семья решила. Я здесь ничего не могу сказать, почему. Вот я был в первой больнице, я его навестил, он был полон планов. Я говорю, Сережа, вот смотри, у тебя крест, прямо разрез такой на груди, давай, сейчас напишем роман, как тебя, какая-нибудь мафия итальянская, там, стреляла ты, это тебя зашили, все, ты в порядке. Мы начинали что-то фантазировать, я помню, да. Потом я говорю, давай церковь, а у нас была такая церковь-сельская премия, которая существует уже 29 лет, и, говорит, я подтяну все силы, вот, то есть, прямо из больницы, я говорю, сделаю, мы там соберем всех, и вообще будет колоссально все. Вот он был полон этих планов, и этого грандиозного до конца дни. Потом были уже, другая больница, на Васильевском острове больница Ленина, и уже в конце, ну, в финале, вот этого своего, как бы сказать, состояния, вот этой ангиосаркомы, он говорил, я бы ему так кричал, лечите меня скорее, лечите, лечите меня, вот, кому-то обращайся, не знаю, к Господу Богу, или кому-то еще, вот, было у него, я помню, он говорит, лечите меня скорее, лечите, лечите, он не знал свою диагнозу, ну, вот, и через несколько дней он умер, а в процессе этого мы, ну, я, в частности, думал, как вот помочь ему, да, нужны были деньги на операцию, 30 тысяч, ни у кого не было, и я тогда придумал такой благотворительный вечер, вот, в пользу Курехина, вернее, два даже момента было, первый момент был, я предложил художникам Питера дать картины, и чтобы люди покупали, и деньги вшли Курехину, я помню, приехал такой Кирилл Набутов, известный, не знаю, знаете, вы такого человека или нет, он занимается спортивными программами, и так далее, ну, Кирилл Набутов, и вот мы с ним сидели, пять часов, я помню, там такое было на Васильевском у нас место, и он говорил, ну, вот, купить Габриат за картинку, ну, я, говорит, куплю, но, говорит, мне она не близка, в общем, какой-то такой разговор был, ну, какие-то люди приезжали, и я помню, там, две-три тысячи долларов, тогда это были не те доллары, как сейчас, а сейчас это другие доллары, тоже они с чего-то стоят, но это были в 95-м году другие доллары, вот, какие-то люди купили две картины, Глеба Богомолова, Глеб Богомолов, замечательный питерский художник, уникальный, и его сын, Александр Невзоров, Глебович, он исследовал вот эту харизму Глеба, мы с ним очень дружили, с Глебом Богомоловым, вот, купили две картины, это была большая сумма, тоже вот туда на лечение, семье, и дальше мы готовили, там, примерно, это было 9 июля, или 12 июля 96-го года, благотворительный концерт в пользу Курехина, и много людей дали согласие, Стоянов, Олейников, Дольский, Нагиев, там, Боярский, ну, те, Калибри, ну, много разных людей, да, колен Советы, и Курехин умер раньше, и я, наверное, обратился к семье, говорю, ну, что делать, концерт-то стоит, афиши висят, все, а за несколько дней до этого, там, для за три, за пять, и они говорят, ну, давайте, говорит, проводить, потому что все равно деньги-то нужны, семье, деньги нужны, и родился у него же сын, Федор Курехин, вот, буквально, вот, совсем-совсем близко, а дальше-то как, понимаете, и они говорят, ну, давайте проведем, и, ну, такой момент, похороны здесь, с одной стороны, а с другой стороны, концерт, как быть, вот, но большинство, я, наверное, помню, там, Боярский говорит, ну, я, говорит, не могу участвовать в концерте, потому что, говорит, сорок дней он должен пройти, там, например, или там, Стоянов-Олейников, тоже что-то такое, а Дольский, мне Саша, я ему очень благодарен, да, он говорит, слушай, говорит, но о Библии нигде не сказано, что благотворительные концерты должны проходить через сорок дней после смерти человека, ну, нету, говорит, этого Библии, я, говорит, на нее опираюсь, давай, говорит, я Боярскому позвоню, и уговорю, и он действительно позвонил Боярскому, и Боярский пришел, вот, это был концерт до колен Совета, благотворительный сбор, как бы, в семье, и как ни странно, это сейчас, так может даже дико звучит, этот концерт вел я, и такой, вам, не беззвестный человек, не знаю, близкий вам мне, значит, Дмитрий Нагиев, знаете, такой, да, вот, девушки оживились, в этот момент, вот, я вижу даже по их, так сказать, таким прекрасным реакциям, лицам, вот, мы с Нагиевым вели этот концерт вместе, и Нагиев тогда, как бы, ну, он так вел очень себя, толково, мы вместе вели, я не помню сейчас, как это было, до колен Совета, и Нагиев читал свои стихи, даже вот, он пишет стихи иногда, писал, даже неплохие стихи, мне даже там нравилось что-то, а в фойе у нас был, опять же, тот, тем более, картины, которые художники дали, в пользу Курехина, то есть его любил весь город, вот это я хочу сказать, понимаете, то есть отвлекнулись очень разные люди, там, Боярский, Нагиев, Калибри, там, не помню, ну, кто-то еще, Тольский, да, Саша, и вот этот концерт был, ну, в общем, какие-то деньги мы собрали, и с этого концерта, и, а с Нагиевым потом, кстати, интересная была такая история, а он работал на каком-то Радио Модерн, и мы издавали книгу Юрского, и нужно было, ну, какие-то деньги собрать, я говорю, Дим, ты не можешь дать объявление, вот что, вот издаем книгу Юрского, ну, там, на Радио Модерн, кто хочет, ну, поучаствовать, вот, и вот он это сказал, я живу в Пушкине, у себя там, и приезжает человек, да, звонок раздается, у нас там мой телефон, звонок звонится, говорит, вот я хочу поучаствовать в книге Юрского, я говорю, ну, замечательно, прекрасно там, где встретиться, приехать, не, ничего, я к вам сам приеду, я говорю, ну, хорошо, и вот приезжает, там у нас такая автостоянка, и подъезжает человек в черном таком автомобиле, это были 90-е годы, такой роскошный черный какой-то автомобиль, я так вышел, думаю, ну, сейчас может что-нибудь произойдет, потому что как-то так странно, человек сам едет, везет деньги, вот, и мы сели с ним в этот автомобиль, я помню, и я говорю, ну, вот Юрский, да, замечательный человек, писатель, и, ну, конечно, актер прежде всего, ну, и писатель, вот мы издаем книгу, там его стихов, все, он говорит, а вы знаете, я, говорит, не знаю, кто такой Юрский, я говорю, как же вы приехали-то, что, ну, я думаю, сейчас все уже, значит, со мной что-то будет, вот, он говорит, ну, вот, Нагиев сказал, я приехал, вот, деньги вам, значит, на издание книжки, я говорю, ну, спасибо, конечно, я говорю, вы действительно не знаете, такой Юрский, он говорит, нет, я, говорит, не знаю, я говорю, а как же вы даете, ну, даю просто, Нагиевский, в общем, он отдал деньги, и, ну, какую-то часть, там, на издание книжки Юрского, вот, такие были истории, но потом я понял, что, наверное, может быть, совесть какая-то была нечистая, может, он был какой-то бандит, может, авторитет, ему хотелось сделать что-то благородное в этой жизни, тем более, Нагиев его попросил, видите, как бывает, вот, во всем случае, вот мы вели этот концерт в памяти Сережи Курехина, вообще, с Сережей было замечательно, мы всегда, говорю, ходили, общались, легко, свободно, вот, один из немногих людей в моей жизни, с кем я чувствовал себя легко и свободно внутренне, это очень редкий случай, я не знаю, с чем это связано, но вот так нас судьба свела, я думаю, мы с ним гуляли по Невскому проспекту, идем, гуляем, так вот, свободно, о чем-то говорим, эти разговоры уже не возникали, воспроизвести, заходим в букинист, старую книгу, и очень знали в букинистах, в старых книгах, он был такой книгачей, он любил зайти в эти магазины, и там с кем-то пообщаться, какие-то книги купить, заказать, я говорю, мы выходим, где-то здесь, в районе Анчикова моста, какие-то два парня, подходят, слушают, и говорят, вот, извините, Сергей, вот вы, да, да, Курехин, а мы, говорит, вот музыканты, мы хотели что-то, вы, можете вот нас там послушать, или что-то, да, пожалуйста, вот пишите мой телефон, а тогда еще не было этих мобильных, а были домашние, и он совершенно спокойно давал свой домашний телефон, и все-таки он был тогда звездой города, Ленинграда, Петербурга уже, и они не знают второго такого человека, который бы так легко, вот мог дать свой домашний телефон, понимаете, это тот же человек внутренней свободы, или приехала ко мне, там, я ездил в Бельгию, мои знакомые, девочка Полина, играла на фортепиано, и я говорю, Сереж, вот они хотят, чтобы ты послушал вот эту девочку, она там в Бельгии сейчас живет, просто на пианино играет, говорит, давай, да, легко, я помню, мы утром там, рано, часов в 10, там, он жил, там, в пионерской где-то там, мы встречались, и он слушает, так доброжелательно, пилича, говорит, ну, к пианизму никаких у меня, говорит, претензий нет, замечательно, вот такая свобода, легкость, но в то время был человек лукавый, потому что он же играл все время, вот его было игровое начало, игровое, он мне говорит, так мне, слушай, надоело этот пианизм, больше концертов давать не буду, все, пойду к Леркам, куда-то устроюсь, буду работать, ну, как менеджер сейчас, так, аналогию провожу на современное время, вот, я говорю, ну, давай к нам фонд русской поэзии, когда мы создали такой фонд русской поэзии, и давай к нам, он говорит, да не, ну, подожди, я говорю, ну, что, будешь принимать по вторникам, четвергам, с четырех, там, до шести, нормально же, мы дадим объявление, народ будет приходить, он говорит, не, 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 подожди, ну, во всем случае, вот какие-то такие идеи у него витали, мне, говорит, надоело выступать, мне надоело это все, ну, и в сорок два года, вот, его не стало, короткая жизнь в искусстве, но насыщенная очень, очень яркая, которой бы хватило, может быть, на тысячи жизней, вот сейчас никто так не живет в Ленинграде, в Петербурге, нет таких людей, близко даже нет, близко, никто даже усилий не хочет делать, понимаете, надо в искусстве делать усилия, внутренние, а Сережа это делал все время, вот я сейчас, скажем, задачу такую, да, вот собрать октябрьский, там, для разных людей, я не соберу просто, просто никого не уговорить будет, никто не придет, все живут по своим углам, по своим, так сказать, щелям, по своим, там, каким-то точкам, никто не придет, ни один человек, ни академический человек, ни такой, вот, то есть Сережа совпал со своим временем, я думаю, если бы он попал бы сейчас в наше время, я не знаю бы, чем он сейчас занимался, я не очень это понимаю, даже, чем он сейчас мог заниматься, то есть человек совпадает со своим временем, вот, как-то мне сказал Микушевич, такой, Владимир Борисович, из Москвы, мой, ну тоже хороший знакомый, говорит, человек приходит в свое время и уходит в свою вечность, вот, наверное, прокурюкина очень точно приходит в свое время, совпадает со своим временем и уходит в свою вечность. Вот он ушел. Вот. И здесь, конечно, есть там Цент Курехина. Вот я знаю, Настя, его вдова, так сказать, занимается Цент Курехина. Сейчас для меня вообще немыслимо. Цент Курехина на Васильевском. Вдруг им дали 5 миллиардов на возрождение. Вот сейчас вот я прочел. Но, к чести и хвала, если бы Сереже дали 5 миллиардов, он бы, наверное, сошел с ума и отказался бы от этого. Ну, а здесь какие-то люди, вот видите, продолжают его дело. Ну, дай Бог, конечно, чтобы это все было. Но я очень сомневаюсь, честно говоря. Вот. Потому что нужен штучный человек. Всегда все определяет один человек, который либо что-то делает в жизни, либо что-то не делает. Большинство ничего не делает. Так как жизнь проходит, они не понимают, для чего они здесь живут, что они здесь делают, и так далее. Вот Сережа очень, мне кажется, ярко понимал. И, ну, какие-то разговоры даже, я помню, вот он мне как-то созванивался иногда вечером. А, я у него спрашивал, говорит, Сережа, а как ты успеваешь сочинять-то? То есть все время с людьми, с какими-то встречами, с какими-то там начинаниями. Ты понимаешь, говорит, Сталик, ну вот еду, а он, кстати, не водил машину. Мог бы, но не хотел. Вот. Это тоже, как и я. Я мог иметь машину? Ну, она мог, но не хочу. Вот. И он в метро ездил. Я, говорит, в метро какую-то мелодию там. Ко мне приходит какая-то мелодия в метро. Я, говорит, а потом у тебя встреча-то забыл? Ну, забыл, значит, забыл. И вот он приезжал ночью домой, там, в 12, в час, отключил телефон, и с часу до трех вот он сочинял свои мелодии какие-то такие. Я помню, зашел, такие были пункты проката, видео, вот, ну, там боевики были какие-то, там, порно, такое-сякое. И только смотрю, три сестры Сергея Соловьева. Вот недавно умер такой режиссер, замечательный ассо, если вы, может, смотрели фильм когда-то. Вот. Недавно буквально он ушел из жизни, несколько дней назад. И Сергей Соловьев снял фильм «Три сестры» со своими студентами. Я говорю, «Слушай, божественная музыка такая, классическая». Сережа, это, ну, в принципе, Курехин. Я его встретил, говорю, «Сережа, слушай, какая там музыка у тебя потрясающая?» Он говорит, «Ты слушал?» Я говорю, «Да, а где ты взял? Нигде этого фильма нет». Я говорю, «Ну, нет, вот, какой-то щери там где-то нашел, выцепил». Говорит, «Слушай, ну, тебе, спасибо». Вот его почему-то тронуло, потому что музыка была такая не авангардная, такая классическая мелодия, очень тонкая, изысканная. И он говорит, «Вот тебе спасибо, что ты вот это услышал». Вот. То есть, он такую разную очень музыку писал, и для больших перформансов, и вот такую тонкую, изысканную. И, конечно, когда его хоронили, было, ну, весь Ленинград был, весь Ленинград был, весь Петербург, уже, да, Петербург тогда, но человек, не знаю, 300, 400, 500, была церковь на Конюшиной площади, вот здесь вот. Я помню, наставь церковь сказал, вот Сележа умер, потому что он пытался играть на всем спектре, и на черных клавишах, и на белых, и вот это его разорвало, он умер. Вот такая история. То есть и белое, и черное. Здесь очень важно, конечно, художнику держаться все-таки белого, но он играл вот на разном, понимаете, в разном диапазоне. Так сказал наставитель этой церкви. И это было 500 человек, через год, через там 5 лет было уже, когда ездили на кладбище в его день памяти, человек было, не знаю, 100, потом 50. Я помню один день, когда ехал автобус, был микроавтобус от площади Восстания, вот в Комарово, в день памяти Курехина, и сидела только его мама и я. Два человека остались от этой псевдо-богемы, ну не псевдо, она была реальная богема Ленинграда. Через 15 лет осталось только два человека, кто ехал к нему на могилу, но я не имею в виду жену, потому что там отдельно они ехали, а вот так вот, кто хотел ехать в этом автобусе, в этот год, вот мы ехали с его мамой, Сережа Курехина, на могилу. Вот проходит так слава земная, все очень стремительно уходит, декорации меняются, и никто уже не знает ничего про Курехина, понимаете, вот на самом деле, да, можно услышать его музыку, можно как бренд куда-то ходить, там, идет сейчас фестиваль Курехина, но на самом деле человек исчезает из этого мира вместе, наверное, со своими деяниями и счастье, если ты совпадаешь со своим временем. Субтитры создавал DimaTorzok